Задача 27929 из открытого банка заданий ЕГЭ по математике. Периметр правильного шестиугольника равен 72. Найдите диаметр описанной окружности. На одном из прошлых уроков мы уже с вами говорили о том, что если соединить противоположные вершины правильного шестиугольника, то получившиеся диагонали разобьют данный шестиугольник на 6 равносторонних треугольников. Давайте это покажем. Вот таким образом. То есть у нас получается 6 равносторонних треугольников. И теперь видно, что поскольку треугольники равносторонние, это значит, что у нас радиус описанной окружности будет равен стороне правильного шестиугольника. Нам нужно найти диаметр описанной окружности. Это значит, что поскольку диаметр равен двум радиусам, а радиус равен стороне, давайте сторону обозначим через, предположим, А малая. Например, А малая это сторона, А ОА радиус описанной окружности это R. Тогда у нас получается, что поскольку радиус описанной окружности равен стороне правильного шестиугольника, это значит у нас получится, что диаметр будет равен двум сторонам правильного шестиугольника. Теперь давайте выразим сторону правильного шестиугольника через периметр этого шестиугольника. Каким образом? Что такое периметр? Периметр это сумма всех длин сторон нашего шестиугольника. Поскольку все стороны равны и равны А, как мы обозначили, это значит, что периметр будет равен 6А. Ну и теперь осталось только выразить из последнего равенства сторону и подставить ее в формулу для диаметра. Это значит, что сторону сначала выражаем. То есть, сторона А будет равна, мы периметр должны поделить на 6, то есть, P деленное на 6. И теперь эту величину подставляем вот сюда, в формулу для диаметра. Тогда получаем, что диаметр будет равен 2 умножить на А, а вместо А, P на 6. То есть, получается 2P, два периметра, деленное на 6. На 2 мы можем сократить, получается P деленное на 3. То есть, на 2, если мы сократим, тогда здесь получится 3, здесь 1. Получается P деленное на 3. Ну и теперь осталось только подставить. Подставляем. Диаметр окончательно будет равен. То есть, диаметр равен. Периметр у нас был равен по условию задачи 72. Значит, надо 72 разделить на 3. 72 делим на 3. 7 делим на 3. Берем по 2. 2х3, 6. От 7 вычитаем 6. Будет единичка. Да еще 2 сносим. Получается, 12 на 3 берем по 4. То есть, мы вот так вот устно поделили. Можно в столбик поделить, как угодно. Получилось у нас 24. Это значит, что в ответ мы должны записать число 24. Ответ. Диаметр описанной окружности равен 24. Задача решена. Телефон. Продолжение следует. Продолжение следует...